Ну что, всем привет. Давайте начнем. Рад всех видеть. Сейчас я минут 15 поговорю в общем, чтобы рассказать о нас, кто мы такие, о хакатоне, а потом передам слово первому спикеру. Это будет Денис Роза из Перспективы. И я думаю, что многие знают ее и ждут. Как вы знаете, наш хакатон называется «Второй хакатон равных возможностей». Почему второй? Потому что первый был в 2014 году. И вот сегодня мы проводим второй. Немного расскажу о теплице. Может быть, кто-то не знает, кто мы такие. Вот, в принципе, наш баннер стоит. У нас сайт test.ru. И, значит, кто мы такие? Мы общественно-образовательный проект, который делает достаточно сложную вещь. Мы связываем IT-специалистов и некоммерческий сектор. И сводим их вместе разными способами. Есть у нас сайт. Сейчас он выглядит так. Кстати, хочу сказать, что буквально в конце месяца он будет выглядеть уже по-другому. Будет новая версия. На сайте мы пишем много материалов, связанных с интернет-технологиями, которые позволяют как бы общественным организациям, некоммерческим организациям, активистам, делать свою работу лучше. И также мы проводим оффлайн и онлайн мероприятия, например, как это мероприятие. То есть за всю историю существования нас, это четыре года, мы провели порядка 500 мероприятий. Это не только в Москве, это вообще в регионах, с нашими партнерами вместе. И, соответственно, мы приняли участие порядка 20 тысяч участников. То есть это достаточно много. Пару слов хочу сказать о том, что мы еще делаем. То есть мы не только как образовательный проект, пишем о чем-то, рассказываем и так далее. В частности, я введу, например, вебинары, может кто-то участвовал. Но мы и делаем еще свои некоторые продукты, о которых я тоже вкратце быстро расскажу. Во-первых, у нас есть онлайн-курс, который позволяет вам узнать, как, например, создать самостоятельный сайт на WordPress, что это такое, как это работает вообще и так далее. То есть это занимает порядка 9 часов вашего времени. Это бесплатно. Вы можете зарегистрироваться, зайти в курс.тест.ру. На данный момент сейчас порядка 2647. Я вчера смотрел студентов, которые зарегистрировались. То есть достаточно много людей хотят узнать, как это сделать. Потому что мы хотим показать, что создание сайта – это не так сложно. Вы можете делать это самостоятельно, не обязательно нанимать каких-то специалистов. Понятно, что это будет определенный уровень, но тем не менее вы можете с этого начать и уже потом продолжить. И опять же это будет очень полезно вам, если вы будете общаться, например, с какими-то программистами, либо с людьми, которые занимаются профессиональными сайтами, чтобы говорить как бы на одном языке, что они имеют в виду, что хотят и так далее. Следующее у нас есть плагин для WordPress, который позволяет собирать пожертвования на вашем сайте. То есть, наверное, многие знают, есть там Яндекс кошелек, можно размещать всякие виджеты у себя на сайте. Так вот, это подобная система, но она намного удобнее для тех, кто, собственно, модерирует сайты. То есть, если у вас есть свой сайт, вы можете бесплатно установить на него и смотреть всю историю внутри, кто, чего, когда пожертвовал, создавать разные компании, делать целевые сборы и так далее. И буквально в новой версии, вот она вышла буквально на днях, лейка позволяет делать рекуррентные платежи, то есть, ваши люди, которые хотят вам помочь, они могут подписаться и буквально там один раз, и каждый месяц у них будут сниматься деньги. То есть, если они готовы, например, поддерживать вас постоянно, им не надо будет каждый месяц заходить. Итак, еще у нас есть платформа IT-волонтер. Это такая платформа, которая позволяет найти людей, если вам нужно сделать какие-то IT-задачи, например, там нарисовать баннер, инфографику, создать сайт, что-то еще. То есть, с одной стороны, вы можете разместить там задачи, если вам что-то нужно сделать, с другой стороны, если вы специалист, там дизайнер-программист, вы можете также поучаствовать, сделать какие-то проекты, добавить их потом себе в портфолио. То есть, тоже достаточно интересно. На данный момент уже 2076 реальных участников и 222 задачи закрыты. Да, и Влад вот стоит, он просто этим очень конкретно занимается. Прямо это здорово. Да, и, как видите, 5 образовательных партнеров. То есть, платформа открытая, во-первых. Интересно то, что вы можете использовать открытый код и, собственно, установить эту платформу для своих каких-то целей. То есть, это платформа, которая позволяет связывать две целевые аудитории. Не важно, что это делается. То есть, в основном это, конечно, волонтерство. Но не ограничено в том, что именно вы делаете. Также у нас есть программа «Пайсика», которая позволяет находить сертифицированные агентства, диджитал-агентства, компании, которые занимаются, например, производством сайтов и так далее, которые готовы, например, работать с некоммерческими организациями и которые готовы делать пробон, то есть, например, по себестоимости, либо как-то ниже. То есть, с одной стороны, для людей, которые работают в компаниях, это хороший пример того, как можно приносить пользу, да, то есть, вы можете помогать некоммерческим организациям. Но, с другой стороны, вы, как люди, которые создают свои проекты, вам, например, когда потребуется что-то делать на более высоком уровне, вы, по сути, можете зайти на этот сайт, по скип, посмотреть, какие агентства и компании готовы вам помочь делать разработку. Также у нас есть сайт-конструктор для НКО, называется «Гигер». По сути, это прям полный, уже заполненный сайт, и вам необходимо только его установить. То есть, это не только WordPress, но это все, прям наполнение, разделы, контент и так далее. То есть, для разработчиков это намного проще, потому что вы просто разворачиваете это на сервере, вносите изменения, и все это быстро очень работает. И так я быстро сказал. Теплица, а теперь конкретно к Катону. Надо сказать, что со времени нашего существования, уже 4 года, мы с самого начала практически начали помогать людям с ограниченными возможностями. И один из первых проектов был «Росдостав» вместе с организацией «Перспектива». И, как я понимаю, что этот проект еще до сих пор функционирует. Потому что я смотрю, что задача последняя – это 10 марта 2016 года. Это здорово, да. Значит, этот сервис позволяет публиковать отметки, где, например, нет пандусов, где неправильные лестницы и так далее. И потом это передается в органы, которые должны это исправлять. Вот как раз про первых Катон равных возможностей, которые проходили в 2014 году в сентябре. Может быть, кто-то участвовал? Нет? Нет, никто? А я участвовал. Да, результатом было два проекта. Значит, потом, впоследствии, это стал проект сайт некоммерческой организации «Общественный свет». То есть сайт «Свет Тифлы». По сути, это кинотеатр для слабовидящих. И он выполнен по концепции ВЦАК. То есть он адаптирован для людей слабовидящих с нарушениями зрения. И второй проект – это мессенджер «Сезам». По сути, это такая надстройка над ВКонтакте, которая позволяет людям с разными ограничениями, разными заболеваниями общаться с помощью пиктограмм. То есть это после инсульта или еще как-то и так далее. И, например, они черно-белые. То есть, во-первых, они не раздражают. И намного быстрее можно обмениваться информацией, чем просто печатать. Он сейчас доступен, ну, как бы первая версия доступна в Android Store. Далее, в 2014 году был Хакатон в Петербурге, результатом которого стал проект, вот… В общем, это карта, по сути, для бездомных. То есть это карта для ночлежки. Это организация, которая помогает бездомным людям в Петербурге. Но теперь это разрослось не только в Петербурге, во-первых, и в других городах. И вот, как вы видите, вы можете на карте найти те места, где люди могут найти питание, одежду, жилье и так далее. То есть это очень важный аспект. Также в Петербурге в том же году проходил Хакатон еще один. И вот в апреле 2015 года был запущен проект Smooth. Это, по сути, как Яндекс, когда вы прокладываете маршрут от одной точки до другой точки. Но единственная разница в том, что учитываются разные преграды для людей, например, на колясках. И вы можете построить маршрут, исходя из того, где меньше всего преград. То есть, как мы понимаем, что Google строит наиболее кратчайший путь, и этот путь, он, например, наиболее адаптивный и удобный. И мы считаем, что потенциал технологий на самом деле в области помощи людям с ограниченными возможностями достаточно высок. И мы считаем, что как потенциал, так и вызовы, которые мы хотим решить вместе с вами на этом Хакатоне. Я надеюсь, что получатся классные проекты. Итак, какие же задачи Хакатона? В принципе, все просто. Во-первых, конечно же, познакомиться между собой, потому что вы можете быть полезными друг к другу в дальнейшем в вашей работе и деятельности. Опять же, если у вас есть ваш проект, вы автор проекта, вы можете получить обратную связь от тех людей, которые находятся здесь, от участников, от менторов, от экспертов, от спикеров, от любого человека. Также вы можете просто, пообщавшись, например, какие-то внести изменения в ваш проект, потому что, например, вы можете что-то придумать, улучшить и так далее. Естественно, вы можете поработать над проектом, создать прототип до конца завтрашнего дня и упаковать его в каком-то конкретном виде, в более таком конечном, завершенном. Ну и, естественно, выиграть. Что получает победитель? Он получает 70 тысяч на доработку проекта. Это договор, это непрямые деньги. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы сделать следующую стадию вашего проекта. Возможно, даже рабочий проект. То есть, например, сегодня большинство из авторов вы, например, можете сделать прототипы какие-то, а далее это может быть уже рабочий проект. И нужно учесть, что защита начинается завтра в 7, поэтому распределяйте свое время. Вы должны понимать, сколько вас это займет. Члены жюри вы, наверное, все видели на сайте. Кто видел сайт? Который, наверное, все видели, конечно, вы же регистрирулись. Иван Бирюков, это Денис Кулешов, это Софья Шайдулина, и Нина Урусова, и Игорь Кипчатов. Как же жюри будет вообще отбирать проекты, по каким критериям они тоже все открыты, вы также видели, наверное, их на сайте. Их всего четыре. И первое – это полезность, естественно. То есть, ваш проект должен быть действительно социально направленным и действительно решать какую-то важную проблему. Второе – это реализуемость. То есть, это действительно должно быть что-то, что можно реализовать с небольшим объемом ресурсов. То есть, если вы собираетесь делать что-то, и вам для этого нужно миллион долларов, то это не работает. То есть, попытайтесь понять, как реализовать ваш проект минимальными усилиями. Третье – это наличие цифрового компонента. Ну, в принципе, понятно, даже если у вас проект оффлайн, то сейчас интернет везде, да, и подумайте, как это связать, потому что это еще раз выход на целевую аудиторию. И это очень важно. То есть, в процессе этих двух дней мы будем много говорить, наверное, в частности, как с менторами, и там со мной будут какие-то рекомендации, что можно использовать, если вы еще не знаете. Поэтому я думаю, что будет все нормально. И последний немаловажный фактор – это прогресс. То есть, если вы, например, сегодня днем будете показывать идеи своих проектов, то есть, да, там рассказывать коротенькие презентации на пару минут, если вы завтра покажете то же самое вечером, это тоже не работает. Вы должны показать, что вы уже успели сделать за эти, по сути, там, полтора дня. Поэтому вот есть такие критерии, и постарайтесь как бы максимально в них быть хорошими. Тогда есть более шанс выиграть. И технические детали. По Wi-Fi, вот бумажка висит на этом столбе. Значит, во-первых, да, сеть Impact Hub, пароль там написан. В принципе, есть еще другие сети, но я думаю, что этого основного достаточно. Также у нас тег – это IncluHack16. Пожалуйста, если вы, там, используете активно в социальной сети, а если даже не используете, все равно постите. Пусть другие люди знают, что вы делаете классные дела, и потом просто все материалы, естественно, будет проще найти по этому тегу. Пожалуйста, используйте Facebook, ВКонтакте, Instagram и так далее. Еда. Еда вот здесь. Она доступна всегда. Если не доступна, попросите. Ну, то есть, на самом деле нет. Ну, она будет всегда, да. У нас будет обед полноценный, но закуски вы можете брать всегда, то есть кофе, чай и так далее. Туалет – немаловажный, значит, фактор. Мужской находится сразу за металлической дверь при выходе направо. При необходимости можно его полностью закрыть. Есть защелка женский, он чуть дальше тоже, ну, по той стене. И все получили анкету. Анкету завтра. Окей. Анкету завтра. Все ли программы? Да, то есть, есть программы, и завтра вы получите анкеты. Влад, может, сегодня? Нет, завтра. Окей. То есть, имейте в виду, что есть у нас анкеты, и нам было бы очень важно и полезно, чтобы вы ее заполнили, поэтому, пожалуйста, сделайте это. Если по каким-то причинам вы не собираетесь прийти завтра, скажите нам об этом и заполните анкету за сегодня. Программки у всех есть? Отлично. И, конечно, пару слов хочу сказать нашим партнерам. Во-первых, это региональная общественная организация работы с инвалидами «Перспектива». Это организация ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. И информационный партнер – это, естественно, Impact Hub в Москву. Собственно, это то место, где мы сейчас находимся. Это такой коворкинг, и тут работают социальные предприниматели. Вообще, это мировая сеть Impact Hub по всему миру. В разных странах есть, в разных городах. То есть, если вы делаете какие-то социальные проекты, вы также можете обратиться сюда. Здесь также проводится много программ, акселерации и так далее. Вы можете прокачать свои проекты, получить поддержку, в том числе небольшую финансовую. Поэтому, если вам какие-то вопросы будут, подходите, я тоже расскажу. Организация соединения, агент социальной информации, естественно, технологии, возможности. И сегодня будет несколько людей оттуда. IT-мозг и жизнь без преград. Поэтому большое спасибо нашим партнерам за то, что они нас поддержали. Я надеюсь, что будет классный хакатон. Итак, наш сайт test.ru. Там же также написано. Я думаю, что я тогда заканчиваю. Продолжение следует...